Как будет организовываться капитальный ремонт общедомового имущества? Вопросов у членов общественного совета много. Андрей Жижин, директор Курганского департамента строительства и ЖКХ, рассказал, что согласно поправкам в жилищном кодексе, собственникам дадут больше времени, до полугода после опубликования региональной программы, на то, чтобы определиться со способом формирования фонда капремонта. И в октябре жильцы уже должны будут платить 9 рублей 60 копеек за квадратный метр. Один из главных вопросов – ремонт практически аварийных домов. Те многоквартирные дома, где процент износа более 70%, значит, по определению считается, что этот дом уже нецелесообразно проводить капитальный ремонт в связи с тем, что все прекрасно понимают, что в ближайшем будущем этот дом может быть отнесен к разряду аварийных ветхих с большим процентом износа. Соответственно, из программы их необходимо исключить. Но тут, отметил Жижин, возникают процедурные вопросы по определению степени износа, которые неизбежно повлекут дополнительные затраты. И не исключено, что и собственников квартир в том числе. Утепление и ремонт фасада здания, устройство вентилируемой крыши и новый пункт – установка коллективных общедомовых приборов учета. Все эти виды работ имеют статус дополнительных. Между тем, ремонт и замена лифтов вошли в основной список. Самый наболевший, пожалуй, вопрос – почему абсолютно все должны платить по одному тарифу? Член Совета Яков Сидоров выступил с инициативой предоставить право собственникам самостоятельно определить размер платы и защитить его перед региональным оператором. Поскольку вариант всех под одну гребенку, здесь нецелесообразно применять. Если же собственники жилья не согласны дополнительно оплачивать экспертную оценку дома, они попадают под общий тариф. Если мы решим, что да, это есть нормальное предложение, давайте мы его сформулируем и потом на региональный уровень с качеством законодательной инициативы, с выходом, допустим, на государственный уровень. Мы это можем сформировать. Если есть, давайте, просто надо сейчас этот механизм как-то оформить. Напомним, региональную программу планируется опубликовать в феврале. Марина Белкина, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру». Продолжение следует...